Я думаю, что мы все с нетерпением ждали этот день. И по сути дела, вся наша жизнь это сплошное ожидание. Мы ждем и первого свидания, мы ждем первый день в первом классе. Мы ждем, в конце концов, мы ждем и пенсию, и ждем с таким нетерпением. Сами даже не понимая, чего мы ждем. А на самом деле, по сути, мы ждем счастья. И сегодня здесь собрались все счастливые люди, потому что мы с таким нетерпением ждали этот день. Как-то Иван Гонин заметил, что если человек не потерял способность ждать счастья, он уже счастлив. Я думаю, что мы умеем ждать и ждем, и поэтому мы счастливые люди. Сюда я приехала в эту школу много лет назад, в 1972 году. Это было совершенно другое время, другая эпоха, совершенно после окончания Гродненского федоинститута. И проработала здесь буквально до пенсии, до 2005 года, но еще и продолжала после пенсии. Так что половина юбилея этой школы, это моя. Там 40, где-то около 40 лет, вот я проработала в этой школе. Я начинала работать в старой школе. Там была особая атмосфера, было очень много детей. Где-то, по-моему, около 500 даже было детей. Были все параллельные классы буквально. Сменной обуви не было, как теперь. Ходили, бегали на переменах на улицу. Играли снежки зимой. А летом был сад. Замечательный сад, о котором говорили уже сегодня. И можно было в волю есть яблок. А еще там были особые запахи. В коридоре, когда заходишь, там всегда лежал брикет, потому что были печки. И надо было топить эти печки. И все было там другое совершенно. Вот. А еще помнятся уроки физкультуры. Они велись на коридоре. Или когда наступала тишина в классе, даешь самостоятельную работу, и вдруг слышишь голос Ирины Васильевны. На первый и второй раз, летаясь, в классе становилось тихо-тихо, потому что за стенкой был слышен каждый звук. Были слышны и недовольства учителей. Все это было настолько осязаемое. Все это было настолько живое. Все жило, все дышало. И праздники были особые. В одном классе собирались мы за столами. В другом классе мы танцевали. А в третьем классе играли наши дети. Коллектив был замечательный. Замечательнейший коллектив. Многие... Мне повезло. Потому что многие мои коллеги по жизни стали для меня самыми близкими и дорогими людьми. Я просто очень благодарна судьбе за это. Я работала с теми директорами. Сегодня не вспоминаю. Будько Анатолий Иванович, Лебедевич, Юрий Мячеславович. Ну и, конечно, самый большой кусок времени это Недвецкий Франц Альфонсович. Замечательные люди. Люди, которые давали каждому коллективу настолько, вот, что, мне кажется, что этот коллектив каждый раз становился лучше и лучше и лучше. И школа. Ну, благородство, трудолюбие, высокий профессиональный уровень. Не было у кого учиться. Но мы были совершенно другими людьми. На могиле Конфуция высечена надпись. Здесь лежит мудрец, точно соответствующий своему времени. Первое – это к Конфуции. А второе – это к нам. Мы соответствовали своему времени. Мы были совершенно другие. Мы, поколения второй половины XX века, у нас были совершенно другие ценности. Как-то говорить, мы говорили о возвышенном, о благородном. Мы были романтиками. Мы были, скорее всего, у нас были идеалы высокие, возвышенные, оторванные от вот этого материального, от приземленного. Говорить о деньгах, о богатстве, о каком-то материальном благополучии – это несчастно. Это… Вот мы так жили. Подвижники были подвижниками. Мы верили в идеалы. Вот. Кроме того, как-то мы ездили по деревням, мы проводили выездные, педсоветы, мы даже проводили политинформации на фермах. Что мы только не делали. Мы читали доклады. Вот. Мы посещали на дому. Знаете, никто никогда не говорил, что дома дети, что дома муж. Такое вот самоотверженное служение дел. Это была характерная черта моего поколения. Знаете, и литература была совершенно другая. На изучение войны и мира 20 где-то 4 часа. Я не знаю, сколько теперь, но когда я уходила на пенсию, было только 4 урока. И можно было говорить не только о героях. Это был такой... Вся третья четверть, по сути дела, изучалась война и мир. И мне вот помнится. Мы воспитывали, мы закладывали мировоззрение. Когда Балконский провожал Андрея на войну, он говорил ему, что если ты будешь убит, мне будет больно. Но если ты изменишь, ты станешь предателем, мне будет стыдно. И мы говорили о том, что ж такое стыд. Вот. Что такое стыд? Это позор. Это бесчестье. Измена Родине. Это позор. Это бесчестье. Как-то мы говорили о высоком, о благородном таком. И так, теперь слово стыд, мне кажется, оно совершенно утратило свое значение. Абсолютно. Сегодня горько говорить об этом, но это так. Вот. Но на самом деле, как сказал тетчик, что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Сегодня уже нет того старого здания школы. Нет сада, в который дети бегали на переменах. И нет того коллектива. Есть и все другое. Время идет. Но, как и прежде, я уверена, в этой школе живет радость открытий, радость общения. Здесь живет любовь и забота. Забота о детях. Забота о людях. И мне хочется вот вспомнить вчерашнюю передачу Владимира Соловьева и слова Карена Шахназарова. Крымский мост возвращает россиянам самоуважение. Для меня моя школа. Это, как бы, составляющая моего самоуважения. Поэтому благодарна судьбе, благодарна людям, с которыми я прошла по жизни. Успехов вам всем, мои дорогие. Живите в радость и дорожите счастьем вашего бытия. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...